Всем привет, Настер Дан Джамс, мой ваш ведущий Дэн, и в этом видеоуроке я бы хотел с вами оговорить такую тему, как подключение к базе данных. Что это такое и как, допустим, вывести нужную информацию из базы данных MySQL на вашем хостинге, или даже на локальном сервере. Вообще, давайте обговорим сначала, что же такое база данных и зачем же она нужна нам в принципе. Ведь сайт может состоять из обычных HTML-страниц и даже можно не подключать к нему базу данных. Но тут есть одно но. Если вы хотите создать хороший, знанический и, главное, хорошую посещаемостью сайта, чтобы там была возможность регистрации. Вот, допустим, к примеру, я могу взять свой портал, как вы его сейчас видите. Напоминаю, что адрес моего портала reggdms.ru. Вот, допустим, у меня здесь есть форма регистрации. Сверху находится, нажимаем на кнопочку, вот выходит авторизация, регистрация и зарегистрироваться. Эта форма как раз имеет связь с моей базой данных на моем сайте. В принципе, у меня очень много на сайте имеет подключения к базе данных, то есть вплоть до новых новостей. Вот эти вот новости, которые вы видите, или даже если возьмем какие-нибудь игры, онлайн-игры, то они тоже имеют прямое подключение к базе данных моего сайта, портала. Итак, давайте же теперь приступим. Нам, допустим, нужна база данных, нужно создать нам нашу базу данных. Для этого вы, я напоминаю также, что я вам показывал видеоурок, на него я скину ссылку, где я делал прямое подключение к прямую установку базы данных. Как я устанавливал локальный сервер на свой компьютер? Это нужно для того, чтобы у вас была база данных на компьютере, то есть чтобы вы могли протестировать, как она будет работать, в принципе, на хостинге. Итак, давайте же приступим. Заходим в компьютер, далее нажимаем локальный диск, далее я установил свой локальный сервер в эту директорию, в самую начальную. Вот, нажимаем сюда, Open Server. Включаем его, для этого нажимаем на Open Server X64. Сразу хочу подметить, что у Denver, если вы установили себе Denver на компьютер, то там схожие функции, там особенно, ничем они не отличаются от Open Server. Итак, для тех, кто работает на Open Server, далее мы жмем нижний значок, но перед этим нужно еще проверить, положили ли вы в сайт вашу папку Domain. То есть для того, чтобы вы увидели свой сайт, вам нужно положить свой сайт в эту папку Domain, в которой вы сейчас выделены. Вот, я нажимаю на нее, перед тем, как сделать видеоурок, я уже заготовил сайт, заготовку, вот она, по которой я буду ориентироваться, и которую я вам как раз и буду сейчас рассказывать. Запускаем локальный сервер, для этого нажимаем этот значок, нажимаем на запустить. Итак, сервер запустим. Запущим. Далее мы открываем папку Мои сайты, и здесь нам предложено. Ну, для начала я отготовил example.html, то есть вот этот вот документ. example.html, сейчас тут все понятно. Давайте просмотрим, что я тут вам заготовил, и что это за документ. В этом документе я заготовил вам уже прямое подключение от базы данных. Вот оно, example.html, сейчас я вам подробно расскажу, что тут за подключение идет. Так, вот наше подключение, то есть здесь мы видим тех, кто работал уже с PHP, наверное, вы уже слышали о подключении. Здесь мы видим прямое подключение, но для того, чтобы подключиться к любой из таблиц, нам нужно ее для начала еще создать. Давайте создадим свою таблицу. Для этого также заходим, жмем на значок правой кнопкой. Далее здесь есть вкладочка «Дополнительно» «Тричпимый обмен». Это базовая база данных. Она имеется, в принципе, на каждом хостинге. Она считается основной базой данных. Так, для того, чтобы авторизироваться в ней, если вы еще здесь не создавали пользователя, просто берем и нажимаем «Рут». Здесь ничего заполнять, пароль не нужно. Просто сверху «Рут» пишем, а пароль так и остается. То есть здесь ничего писать не нужно. И нажимаем кнопку «Вперед». Так, вот и наша база данных. Ну, давайте теперь, для того, чтобы мы могли подключиться к базе данных, нужно ее для начала логично создать, эту базу данных. Создаем ее, нажимаем на вкладочку «Создать базу данных». Далее здесь есть верхняя строчка. Мы ее должны заполнить, то есть создать базу данных. Ну, давайте нажимаем нашу базу данных. Как название канала. «Сердан джам». «Сердан джам». Итак, сравнение вы можете поставить, а можете не ставить. Я, в принципе, особенно не ставлю, но можете себе поставить. Какой у вас язык? «1251» джаммеровский. Это русский язык. А «UCF-8» он самый рекомендуемый. Но я пока ставить не буду, это ваше дело ставите или вы. Нет, я пока что наглядно вам хочу показать, как делать отключение. Итак, теперь нам нужно создать табличку, в которой, в общем-то, и будет содержаться все, что находится в нашей базе данных. База данных состоит из большого количества таблиц. Вся база данных. Для начала нам нужно создать хотя бы одну таблицу. Итак, давайте же ее назовем. Давайте назовем ее, допустим, пусть будет стандартное название «Table». «Table» и «Table SDG», чтобы было более понятно. Количество столбцов давайте выберем 4. Вперед. Итак, теперь нам предлагается заполнить эти столбцы. То есть заполняем эти столбцы. Допустим, первый столбец у нас будет, называться «ID». «ID» рекомендую ставить, потому что он будет, также ставим, он будет основным, в принципе, при запросе базы данных. То есть вы будете им часто пользоваться. «ID» переводится как «Индивидуальный индивидуализмикат от пользователя». Ну или какой-либо строке. Также здесь оставляем «IMT». Это обозначает цифровое значение, что здесь будут в этом поле содержаться только цифры. Длину давайте пропишем 11. «Индивидуальный индивидуализмикат от пользователя». По умолчанию не нужно ничего ставить, сравнение также ничего не ставим. Далее обязательно ставим «I-I», автор инструмент, автозаполнение в переводе на «Индивидуализм». «Индивидуализмикат от пользователя». «Primary», если у нас просит. Так. Ну и в принципе и все. «I-I» у нас заполнен. Далее заполняем следующую колонку. Она у нас будет называться «Name». «Name». Здесь у нас будет значение «Varchar». Потому что «Varchar» он воспринимает как цифры, так и буквы. Так. Ну давайте пропишем в «Varchar» 255 символов. Здесь ничего не будем ставить. Сравнение вы можете поставить из себя. То есть это какая кодировка будет в данном столбце держаться. Она в принципе нужна, но я сейчас не буду ее встать, потому что я сделаю здесь все достаточно условно. То есть это как для примера работает. Так. Здесь тоже можно ничего в принципе не ставить более. Так. Далее, допустим, назовем описание. Описание какое-нибудь и, допустим, колон. Описание также используем в «Varchar» и колон цвет тоже в «Varchar». Допустим, здесь тоже будет «Varchar» 255, и «Varchar» тоже 255. Длина значения вы также можете поставить на свой интерес, как вам удобно. Так. Ну и все. Далее нажмем кнопку «Сохранить». Да, кстати, еще один момент. Вы также можете поставить сравнение этой таблицы, т.е. ее кодировку. Так. Далее «Сохранить». И вот мы видим нашу первую таблицу. Вот сербан G. Вот мы можем даже на нее нажать. И вот наша первая таблица. Table SDG. А, SDG. Давайте же ее заполним. Для этого мы нажимаем на нее. Далее нажимаем на вкладочку «Вставить». И здесь мы прописываем. ID можно не заполнять, потому что мы вставили автор инструмент. Name. Допустим, название строки «Пусть будет». Ну, допустим, «Den», «Я любимый». Далее «Описание». Ну, допустим, назовем просто сербан G. А ниже кола, допустим, пусть будет красным. Или нет, давайте лучше черным. Так, черный. Итак, вот мы и заполнили нашу первую табличку. Вот так она будет выглядеть. Это у нас будет, получается, первая строка таблицы. Вы можете таким же образом добавлять еще строки в таблицы. Также можно воспользоваться, вот, собственно, и SQL-запросом. То есть, как мы видим, «Instead into Serkan Jam Table STG». Изменения. Итак, давайте же перейдем к самому главному теперь. Давайте попробуем сделать запросы с базы данных. Как мы это сделаем? Каким образом? Так, вот мы перешли к нашему запросу SQL. Итак, давайте же просмотрим, что здесь, что значит. Первая строка, которую мы здесь видим, а именно шестая, вот она, шестая строчка, она обозначает у нас. SQL.LiveConnect.php Так, Live можно, надо убрать. Connect. Что же это может значить? Это подключение к базе данных. Как вы сразу же поняли, это документ. А не какое-либо подключение, это документ. Документ у нас находится здесь же, я также создал ее в базе сайта. То есть, вот этот файл connect.php. Мы так открываем его. И здесь мы видим следующее. Dbhost, Dbuser, Dbpass, Dbbass. Это само и есть подключение. То есть, именно через этот запрос идет подключение к базе данных. То, что идет следующее, что мы видим здесь, это уже идет выбор. Выборка из базы данных. Выбор каких-либо значений. Итак, как же нам заполнить это подключение и что с ним делать? Так, первая строка, Dbhost. Обычно на всех локальных серверах и даже на хостингах просто можно поставить localhost. Обычно он так и воспринимается. То есть, здесь обычно ничего не нужно. Особенно, если у вас в настройках хостинга ничего нету специфического и администратор хорошо его настроил. Также локальный сервер, допустим, Denver, там тоже можно его localhost просто поставить. Такое значение, вот строчку. Далее, DbUser. DbUser это наше значение пользователя, которое мы вот при ходе в MySQL, которое мы вводим. Сейчас еще раз вам покажу. Где они находятся? Так, пользователи у нас находятся в этой строчке. Вы можете, в принципе, создать своего собственного пользователя. Ну, давайте сейчас вытестируем создавать своих пользователей. Для этого мы нажимаем на кнопочку «Добавить пользователя». Далее, пишем имя пользователя. Допустим, пусть будет какой-нибудь RevGN. Как мой портал. Кост можно оставить такой же. Пароль давайте придумаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Так, подтверждение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Так, можно, в принципе, свой пароль генерировать, чтобы он был автоматически генерирован. А можно создать свой. Так, здесь мы отмечаем все привилегии. Ну, и, в принципе, все. Так, теперь вперед. Так, вот и наш новый пользователь создан. Как мы видим, RedStream. Давайте протестируем подключение его. Так, копируем имя пользователя. Вставляем. RedStream. Это наш пользователь. Теперь пароль пользователя, который мы придумали. То есть, это именно конкретно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Так, и имя базы данных. Как она у нас называется, наша новая база данных? Наша база данных называется SerDoneGram. SerDoneGram. Можете также его скопировать, который мы создали. Так, вставляем. SerDoneGram. Так, вот и наша база данных. Подключение есть. То есть, мы подключились к базе данных. Также хочу заметить, что здесь можно выбрать кодировку вашего сервера. Порой это нужно. Ну, я рекомендую ставить на UTF-8. Хотя, некоторые хостинги стоят на Windows 1251, но это не суть. Там вы сами разберетесь. Так, далее. Давайте теперь просмотрим наш документ. Станим, собственно, зампу, где мы будем все выводить, все информацию. Так, подключение у нас есть. Мы подключились к базе данных. Теперь давайте попробуем выбрать что-либо из таблицы. Так, для этого. Select, сломб, таблица. Ну, давайте сейчас создадим запрос, которым, в принципе, пользуются очень часто. Я пользуюсь таким запросом очень часто. Он будет выглядеть именно таким образом. То есть, Select из таблицы, где значение равно значению таблицы. Так, Select – это выбрать. Значок звездочка – это значит выбрать все поля. Из таблицы. Так, а таблица у нас называется… Нет, таблица у нас называется так. Таблица, которую мы создали, у нас называется Table SDG. То есть, помните, да, что мы создавали такую таблицу. Вот наша таблица. Вот его название Table SDG. Так, выбираем эту таблицу. Так, Table SDG. Так, где значение? Допустим, значение у нас будет равно ID. То есть, мы выбираем поле из таблицы ID. Вот, ID у нас равно одному. ID равно одному. Сюда списываем 1. В принципе, можно и не по ID, а также выбирать по имени. То есть, имя равно дан, или по описанию также, также по цвету. Ну, и сейчас сделаем такой запрос. И что нам нужно вывести? Вот наш первый пример. То есть, мы из какого-то запроса, где строка ID равно одному, выводим имя. Из базы данных. То есть, имя у нас должно вывести дан. Далее, давайте попробуем вывести следующее что-либо. Так, давайте пропишем, а точнее скопируем, просто нужно скопировать и переписать это все. Так, значит, у нас есть такие поля, как цвет и описание. Так, так, описание, и выводит описание, как и перемены. Так, и далее. Свет. Полонс. Выводит свет. Также хочу заметить, что вот эти вот значки, это только переменные. Они выводят только все на лист бумаги. Ну, они выводят информацию на сайт. А запрос именно выполняется через RAW в данном примере. То есть, вот здесь вот есть запрос. Вот, это и есть запрос. Это просто переменные. Их вы можете назвать по-разному. Вот, допустим, этот может называться просто ВИЭС какой-нибудь. Этот, допустим, может называться какой-нибудь ТЕКС. Вот. Но главное, что находится в этих строчках. В значении S-ROW. Так как это информация, выводящаяся именно из таблицы. Итак, давайте сделаем следующее. Мы подключились к базе данных. Теперь давайте выведем все, что мы хотим через запрос. Так, также можно создать новый PHP-отдел. Так, и здесь мы пишем. Давайте сейчас просто попробуем вывести всю эту информацию в линию. А далее мы ее как-нибудь отформатируем. Так, вставляем. А, нет. Так. Значит, мы сделаем таким образом. Так, для того, чтобы вывести переменную, нам нужно выводить ее вот таким образом. Эхо. Эхо обозначает вывести. То есть, именно через это слово и будет выводиться информация на экран. Если этого слова не будет, то никакое name не выведется. Никакое значение name не будет выводиться. Так, также эхо. Так, здесь мы собрали переменную s-txt. s-txt. Так. Закрываем. И выводим следующую переменную. Также через эхо. Она у нас называется s-let. Так, let. Так, перемена у нас идет через значок доллара. Это не s. Если у вас плохо на экране отображается, то это не буква s, как главное, а это значок доллара. Так, вот мы, собственно, и сделали запрос. Итак, у нас ничего не отображается. Почему же у нас ничего не отображается? А все потому, что мы не переименовали наш документ php. То есть, как мы видим, вот в нашей папке example.html стоит расширение html, а нам нужно расширение php. То есть, только через php можно вывести что-либо. Поэтому обязательно обращайте внимание на расширение файлов. Так, да, изменяем. Далее наш файл. Сейчас данную отклоню. Итак, вот теперь давайте откроем его. Итак, вот, то, что мы хотели, как раз выделить. Также хочу заметить, что открывать надо не через notepad++, а лучше всего через сервер. Потому что notepad++ открывает это как файл, а нам нужно открывать это именно как сайт. Вот, мы видим, да, значение. В адресной строке также можно это заметить. Вот, допускаем через notepad. Notepad, то есть, ничего не отображается. А все почему? Потому что он воспринимает все как файл, как единый файл. Нам нужно как сайт. То есть, все это делать через минутку. Вот мои сайты. Сайт. Далее выбираем отсюда sample.html, и вот он открылся. Итак, вот мы и вывели, что хотели. То есть, den, fiat, dangem и черный. Итак, давайте же теперь подкорректируем это. То есть, что сделать для того, чтобы это выглядело как-то более нормально, и чтобы обозначение, что это за информация выделить. Давайте же пропишем это. Так, допустим, sname. Так, sname, это, допустим, будет имя ведущего канала. Имя ведущего канала. Так, то есть, это, в принципе, мое имя. Далее. Текст. И здесь мы увидим название канала. Так, а здесь мы видим цвет. Основной цвет, стиль канала. Так, цвет, стиль канала. Так, вот, и мы вывели так информацию. Сейчас рассмотрим, как будет выглядеть. Так, вот, она выведена, в принципе. Название компании моего любимого канала. Но давайте закорректируем еще получше. То есть, чтобы у нас писалось все это с новой строки, это делается все через текст br. HTML, текст br. Так, ставить. Так, и вот у нас все так, как нужно. Так, и давайте, допустим, сделаем пример, как изменять что-либо, какую-либо информацию сабриться в базе данных. Вот, допустим, мне не нравится эта строка. Цвет, стиль канала. Почему же только черный? Видите, мой стиль канала не только черный. Он черно-белый. То есть, мы, как видим, по логотипу фирменного канала черный цвет и белый цвет. Основные цвета канала SetDangem. Давайте исправим этот недуг. Для этого также открываем нашу базу данных, нашу таблицу SetDangem. Далее выбираем нашу таблицу и изменяем ее. Так, color, black and white. Так, вот мы изменили все, что хотели. Сейчас мы перегрузим ответ снова. Итак, вот мы и вывели, что мы хотели. Как она выглядит, собственно, наша табличка. Итак, давайте же теперь попробуем все это не только на нашем примере сделать, не просто на пустой страничке, а вывести все это на нашу заготовку, на наш сайт, который мы в предыдущих уроках делали. Давайте попробуем все это вывести туда. Так, наш исходный код. Вот он так выглядит, который мы только что сделали. Можно его просто так, соединение мы копируем. Копировать. Итак, вот наша страничка под названием Pitch, которую мы делали изначально. Итак, для того, чтобы сделать подключение, обычно его лучше делать изначально, дать до тега HTML. То есть, вы как видите, подключаемся мы к базе данных до тега HTML. Так, и также здесь делаем запрос до тега HTML. В Head, в принципе, ничего ставить не надо. Далее мы выводим просто вот эту вот информацию. Так. Допустим, выведем ее после картинки. Так, вот так вот. Давайте теперь откроем это все наше произведение, которое мы создали. Пэйс .писки. Вот. Мы вывели все, что хотели. Имя и будущего канала. Дэн. Название моего любимого канала. Света и Джем. Стиль моего канала. Блэк анд Вайт. Вот мы и создали, что мы хотели, в принципе. То есть, в этом видеоуроке я вам показал прямое подключение к базе данных и как можно вывести из базы данных информацию. Спасибо. В следующем уроке мы будем просматривать так же. Я, возможно, сделаю урок так же про базу данных в следующие видео выпуски. Спасибо за просмотр моего видео. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой портал. Рекспейнс.ру Всем всего хорошего. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин